Синагога опустела. Равин собирает вещи. Я не хочу уходить, но вынужден. Потому что я хочу, чтобы мои дети чувствовали себя в безопасности. Чтобы они были свободными и открыто выражали свои мысли. Именно поэтому я и ухожу. Я делаю это не только ради себя, а ради моих детей, ради моей семьи. Две недели назад камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестный мужчина нарисовал свастику на двери этой синагоги. Оставленное им послание наводит ужас – смерть евреям. Впервые за 20 лет эта синагога подверглась нападению хулиганов. Надпись сразу же закрасили, однако милиция приступила к расследованию только спустя две недели после происшествия. С самого начала беспорядков в результате нападений на улицах Киева пострадали уже несколько евреев. Сейчас на Украине проживает около 100 тысяч евреев, однако один из главных раввинов страны призывает их покинуть свои дома. Причина в том, что в состав нового правительства в Киеве вошли представители ультраправой партии «Свобода». Раньше мы знали, что никто не сделает нам ничего плохого, потому что мы были под защитой закона. Сегодня закона нет. Все меняется очень быстро. И я не думаю, что кто-то будет защищать евреев, если что-то случится. Поэтому евреи, которые не хотят уезжать, взяли инициативу в свои руки. Бывшие бойцы израильского спецназа и сотрудники службы безопасности организовали занятия по самообороне. Я считаю, что уметь себя защищать на улице нужно везде. Если здесь будут, например, курсы, или у нас будет возможность обучать людей, я буду только рад. Но ни один из участников занятий по самообороне не захотел говорить на камеру. Этот молодой человек согласился, но если мы закроем его лицо. У нас так менталитет такой, что всегда нужно как-то на себя постоять. Не связано это евреи, не евреи, но вот такая у нас ситуация. Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что его заместитель – представитель еврейской общины, и его правительство будет бороться против любых проявлений фашизма. Но люди, с которыми нам удалось поговорить, не верят его словам. В тяжелые времена всегда винили евреев, а сейчас времена нелегкие. Так что оставаться здесь крайне рискованно. Многие украинские евреи обеспокоены тем, что от нападений на синагоги ультранационалисты перейдут к нападениям на людей.